итак здравствуйте уважаемые друзья коллеги моделисты сегодня пятый выпуск бири моделизма опять с вами я Роман сегодня у нас обзор артиллерийской установки так называемый от скиф вообще это комплект состоящий из двух моделей это тягач МТЛБ и гаубица Д30 что могу сказать довольно старая скифовская модель соответствующей поработкой и так далее есть некоторые изъяны по качеству но в общем за такие деньги лучше ничего практически нельзя найти и данная модель пока что без альтернативна итак начнем наш обзор коробка здесь мы видим краткие тактико-технические характеристики этой модели так здесь тоже какие-то надписи ну в общем значит все самое интересное должно быть внутри так открываем коробку так первое что у нас попадается это инструкция инструкция стандартная скифовская инструкция довольно внятная понятно хорошо читаемая на первых же листах мы видим деталировку то есть мы видим литники с нумерацией детали это в общем облегчает очень сильно поиск нужной детали на первой странице у нас как всегда краткое описание тактико-технические характеристики и краткие экскурсы истории как мы видим на нескольких языках здесь английский немецкий украинский русский так открываем смотрим первое что у нас попадается это сборка гаубицы с тобой непосредственно вот мы видим также мы здесь на каждой странице видим вот такую вот штуку это те или иные операции которые стоит или не стоит выполнять модели также мы видим здесь буквенные обозначения тех или иных красок используемых при покраске модели во время определенной операции здесь у нас тоже получается сборка непосредственно самой гаубица вот идет кстати что очень немаловажно гаубицу можно сделать с подвижными деталями то есть ее можно сделать так что ее без особого труда можно будет саму модель как бы перевести из походного положения в боевое так здесь мы видим схему окраски гаубицы вот смотрим дальше так здесь у нас начинается сборка самого тягача мтлб вот здесь мы видим сборку всех его частей ну и в самом конце тут непосредственно уже идет сборка того что вешается непосредственно на сам тягач это ящики со снарядами вот так ну что начинаем смотреть сам пластик так в отдельных скажем так в отдельных пакетах упакованы литники гаубицы и непосредственно тягача вот ну что начнем смотреть то очень интересно детали гаубицы лежат в одном пакете с литником где у нас ящики снаряды и тому подобное здесь у нас два таких литника они абсолютно идентичные также мы здесь видим резиновые колеса мягенькие хорошие с хорошей поработкой очень хорошо выполнены я так скажу очень хорошо так здесь литник у нас колесами и элементами некоторыми непосредственно самого орудия так здесь мы видим бумажечку с надписью артиллерий комплекс номер 213 и видим небольшую платку фототравления скоро будет использоваться непосредственно насколько я понимаю на гаубицы ну это довольно приятный бонус особенно за такие то деньги так вот здесь мы видим элементы непосредственно самой танины от гаубицы защитного экрана и тому подобного вот ну по пластику кое где есть утяжины мелкий облой некоторые следы от смещения пресс-форм но каких-то критических как бы замечаний самой непосредственно орудия нету вот ну что же смотрим на сам тягач так ну тягач тут намного все сложнее тягачом потому что здесь многие летники прогнуты поведены либо от того что их горячими достали из пресс-форма их немножко повело при застывании либо может быть при транспортировке мы видим детали поведенные ну в общем пластик мягкий если что я думаю их можно будет выровнять или просто склеить под натягом вот довольно бедненькая проработочка но довольно неплохое качество на этом летнике я не вижу никаких дефектов так смотрим здесь у нас катки и элементы ходовой тягача вот тоже все выполнено довольно хорошо довольно таки качественно проработочка средняя я бы так сказал так вот у нас здесь есть гусеницы состоящие из двух деталей но это такой прикол у фирмы скиф у них постоянно одна гусеничная лента дает виниловая либо резиновая состоящая из нескольких кусков вот здесь мы видим некоторые элементы вот он у нас трос якобы ну трос резиновый вешать я смысла не вижу это сразу под замену гусеница довольно неблагопоработанная но очень мягкая то в принципе может испортить реализм при изготовлении модели так здесь мы видим некоторые элементы опять-таки корпуса МТЛБ вот это внутрянка смотрю тоже присутствует так что у нас здесь тоже какие-то элементы навесного корпуса еще чего-то посмотреть в инструкции что это за детали куда они идут так вот он литничек с верхушкой корпуса лючками, дверьми, башней и всякой-всякой-всякой с огней вот так декаль ну декаль я так понимаю для МТЛБ стандартная скифовская но декали скажем так у них довольно неплохого качества мне лично очень нравится так и опять-таки у нас две маленькие платы в ход отравления вот такой вот интересный бонус попал вместе с этой моделью к нам в руки это в ход отравления зачастую эти детали ложат скажем так очень матерые производители вот либо эти детали покупаются за доплату но в данном случае это очень приятный бонус особенно учитывая стоимость модели а стоимость данной модели всего лишь навсего 175 гривен вот в пересчете по теперешнему курсу это на 1 июня 2014 года это составляет в районе 525 российских рублей либо это может быть где-то в районе чтобы не соврать вам это где-то в районе 10-12 долларов вот данную модель я бы рекомендовал тем моделистам которые не против дорабатывать модели скажем так которые привыкли собирать модели не из коробки любителям собирать модели из коробки данная модель я думаю не придется по вкусу так как проработочка слабенькая и модель действительно нуждается в доработке всего хорошего спасибо за то что смотрели с вами был Роман и наш пятый выпуск в мире моделизма до свидания